МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если посмотреть, как мне кажется, причины такой популярности недостаточно неприятные для нас всех с вами. Это связано с падением уровня дохода населения, это раз. И второе, это связано с тем, что все меньше людей могут получить кредиты в банке. Соответственно, банки ужесточают требования к заемщикам, и все меньше заемщиков проходят по ним, потому что у них либо испорченная кредитная история с 2012-2013 года, когда был бум потребительского кредитования, а потом в 2014-2015 году стремительно стали падать доходы, отдавать стало нечем. Либо уже сейчас недостаточно у них денежных средств для того, чтобы в нормальном, в классическом банке взять кредиты и им оперировать. Поэтому граждане вынуждены решать свои финансовые проблемы, зачастую сами себе созданные путем использования подобных услуг. Несмотря на популярность такого продукта, за последний год количество микрофинансовых организаций уменьшилось на 20%. С чем это связано, на ваш взгляд? Бизнес достаточно сложный. Опять же, это связано с тем, что все меньше людей обладают платежеспособностью, как фактом. И те люди, которые приходят за микрозаймом, зачастую являются заранее неблагонадежными, заранее не способными выплатить кредит заемщиками. Они для того и приходят, чтобы взять денег там, где им уже никто ничего не дает. И потом их искать даже с помощью набившимся москомину коллекторов достаточно сложно. А самое главное, и затратно. Потому что человек, занявший 10 тысяч рублей, потом искать его где-то не пойми где, а он чаще всего может не проживать в месте регистрации и так далее. Это очень сложно, накладно, и получается, что никакого смысла нет. И компания начинает решать вопрос по-другому. Она просто закладывает стоимость на невыплату этого кредита в стоимость кредитов для других своих, скажем так, заемщиков. И один оплачивает там невыплаченные кредиты 9-10. Ну, соответственно, когда-то, и даже этот один бедолага, который все на себе, всю эту финансовую организацию тащил, он пропадает куда-то. И все 10 из 10 не платят, ну и организация терпит, наверное, на крах. У нас в обществе к микрокредитам, пожалуй, полярные, взаимопротивоположные отношения. Одни говорят, что это удобный способ перехватить денег до зарплаты, небольшую сумму, ненадолго. Другие говорят, что это гарантированная каббала, долговая яма и все остальное. Ваше мнение какое? Ну, я, к счастью или к сожалению, ни к тем, ни к другим не могу присоединиться. Я не считаю, что это никакая каббала, да, там, и рабство. Ну, и с другой стороны, я не считаю, что это удобный способ перехватить для зарплаты. Там, с моей точки зрения, с точки зрения экономической науки, теории, да и практики, в кредит нужно покупать нечто, что даст большую отдачу в будущем. Ну, грубо говоря, покупать в кредит квартиру, наверное, имеет смысл, потому что она может подорожать у вас, в будущем может не быть возможности. Вам, в конце концов, нужно где-то жить и оплачивать свою квартиру, ипотеку лучше, чем оплачивать съемную. Покупать в кредит можно нечто, связанное с производством, потому что ваша отдача от производства будет больше, чем кредитные средства. То есть кредит должен выполнять функцию рычага, с помощью которого вы можете достигнуть большего. Если вы довели себя до такой ситуации, что у вас не хватает, не знаю, 5000 рублей до зарплаты, значит, первое, о чем вы должны задуматься, это не где их взять, а почему возникла такая ситуация, и как вам правильно, грамотно выстроить финансовый план своей семьи. Первое, о чем подумаете, он вообще у вас есть. Вы вообще считаете свои доходы и расходы? Вы управляете этим? Какие самые крупные расходы вы несете? Как от них их можно убрать? Потому что классический пример состоит в том, что человек, который не считает свои деньги до копейки с точки зрения бюджета, примерно 10-15% своей зарплаты тратит неизвестно куда. Он не может об этом сказать. Вот у нас сейчас еще одна тенденция наблюдается. Увеличение количества онлайн-финансирования за последний год выросло в два раза. Вот ваше отношение к этому продукту, и, может быть, там есть какие-то опасности подводные камни? Ну, опасности подводные камни, что такое онлайн? Да, там онлайн-финансирование, можно сравнить с онлайн-торговлей, если кто там участвовал. Зачастую можно купить ту вещь, которая вам и не нужна, просто ее возможность быстрой, удобной, качественной покупки, в том плане, что вы нажали одну кнопку, и все, и вы уже обладатель, счастливый обладатель четвертого телевизора или пятнадцатой кофточки. Но, соответственно, с кредитом это то же самое. Главное новшество сейчас в этой сфере – это выход на рынок микрозаймов сотовых операторов. Сначала первый шаг – это кредитование на услуги связи, и уже анонсирован следующий шаг – это просто кредитование, то есть, по сути, замена микрофинансовых организаций. Вот ваше мнение по поводу этой тенденции? Ну, это, наверное, продолжение. На самом деле, нормальная экономическая ситуация, нормальная коммерциализация. У мобильных операторов есть огромная база, у каждого человека есть мобильный телефон. И это огромную базу, нужно каким-то образом монетизировать, то есть, зарабатывать с нее дополнительные деньги. Ну, на этом все. Еще раз напомню, что гостем нашей студии был Григорий Сосновский, директор филиала финансовой компании «БКС Премьера» в Новосибирске.